Настольная лампа самая дешевая в доме Жарылгановых, что пострадала от скачка напряжения. Еще сломался телефон, сгорела система отопления и другая бытовая техника. Со слов хозяйки дома, перепады напряжения в электросетях в их садоводческом коллективе нередки. Но такой силы, чтобы вывести из строя практически всю домашнюю аппаратуру, еще не было. Вот с утра в 6 часов это был перепад. У нас абсолютно все сгорело, даже у меня маленький ребенок, горел светильник, и даже светильник вырвало, и вся там чернота. Дома, я уже не говорю, мы купили импульсные, все, что нужно было предохранить, вот такие вещи, у нас абсолютно все сгорело, полетело. Вот сейчас мы все это ремонтируем. У большинства жителей, а в коллективе проживают около 30 семей, техника была куплена в кредит, да и за газовые котлы многие еще не расплатили. Теперь придется выкраивать деньги из семейного бюджета еще и на ремонт. У меня телевизор сгорел, у меня сгорел телефонный аппарат, сгорел сегодня, она же прям вылетела, аж дым такой пошел. Потом у нас сгорела счетчика, насос сгорел у меня, вылетела прям, лампочки прям взорвались, попадали, остались дно, осколки попадались. Со слов возмущенных жителей, проживать на дачных участках многие стали с 2006 года. Все имеют прописку и собственными усилиями не один год добивались от властей подключения их домов к электричеству и газоснабжению. Все эти блага теперь есть, но не имеется самого главного статуса ИЖС. А без такого статуса требовать возмещение ущерба, который оценивается в несколько сотен тысяч тенге, пострадавшие вряд ли смогут. Но сейчас для них не это главное. Люди хотят, чтобы поставщик электрической энергии бесперебойно снабжал их этим благом цивилизации. Тем более, что многие за свет платят исправно. И деньги, а тариф у дачников отличается от жителей многоэтажек. Почти 15 тенге за киловатт относят к председателю кооператива. В телефонном разговоре последний Асхат Иманкулов пояснил, что садоводческий коллектив запитан от трансформаторной подстанции 10 киловольт. А скачок напряжения произошел якобы по вине жильцов одного из соседних домов, который самовольно решил подключиться к сети, попросту набросив провод на линию электропередачи. Я и всем инструктаж делаю, чтобы они пользовались нормально. А сегодня он все и постоянно так делается. Сосед с другого коллектива шнуром берет и против, как тебе сказать, направление другое. Вот включил, автомат не выключил, встречный энергию дал, сожжет. И постоянно вот это делается. Вот сегодня поймали мы. Энергетики, в свою очередь, заверяют, что о проблеме тоже знают. Но согласно акту разграничения балансовой принадлежности, высоковольтная линия под названием «Сады» состоит на балансе садоводческого коллектива. В общем, в ТО «Энергосистема» объяснили, что для ремонта линии нужно найти председателя, который за это и отвечает. В сетях есть повреждения внутри сети. Это почему случается? Первый снег, вот этот мокрый, отсадится. Ну, если дерево, которое, ну, садажи, если не обрезали, не готовили к экземе. Поэтому случается. Надо теперь у них или председатель ответственности, если можно официально лицо ответственности, так сказать, кто-то должен отработать. Свои сети посмотреть, устранить и включить. Похоже, что для полного решения проблемы местным жителям нужно переизбрать председателя, ведь садоводческий коллектив не маленький, а от скачка напряжения пострадали десятки людей. Поэтому и сумма ущерба солидная. Пока ее не подсчитали. Но некоторые люди подумывают обратиться в суд. Для Засакиева Алексей Уразов, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok